Всем привет, это Сафронов и YouTube продолжает игнорировать мои ролики про всякие пистолетики, бластеры и все остальное. Не знаю, вообще с ними полная беда, так и в целом как бы баг такой схватил, но попробую еще раз. Мне интересно, некоторым зрителям интересно, и в очередной раз попробую сделать на игрушечную пушку. Тем более, что у меня сегодня вот тут что-то такое серьезное, судя по коробке. Взял я это на рынке, это какая-то китайская штуковина, поддельная, неподдельная, не знаю, стоила 950 рублей. С одной стороны вроде и немного, с другой стороны, ну, так как бы и немало, и немало, и немало. Там были разные-разные, они в общем вот где-то 900 минимальная цена и 1500 максимальная, разного вида вот такие штуковины. Как вы видите, тут написано, что это типа пневматическая пушка, но в общем у меня к ней вопросы, сомнения и так далее. Ладно, сейчас пройдемся, по ней посмотрим. Коробка, конечно, такая серьезная, черная, стильная, ну, если бы не была она грязная еще вот так, то и дешевое качество печати, то было бы вообще норм. А так вот, новый стиль, все дела. Сзади у нас есть различные изображения, уже в более понятном виде. И какая у нас, и какая у нас отмечена, а, отмечена, вот так просто намазана вот здесь. Вот такая у нас сегодня, по идее, будет. Ну, сейчас посмотрим, что там внутри и что должно быть, если что будет, будет отработать или нет. Давайте вскрываю, посмотрим. Это в магазине игрушки, что продавалось. Ну, потому что, по сути, это игрушка и есть. Опять. Вот, это не какое-то профессиональное, не что-то там серьезное, это игрушечка. Игрушечка. И смотрим, что здесь есть игрушечка. Ну, во-первых, здесь есть набор шариков. Правда, их так много, так много. Но, слава богу, не орбизы, а просто шарики, которые можно купить во многих магазинах. Или, посмотрим, у меня тут есть эти страйкбольных шариков, немного пакетиков, парочку. Посмотрим, подойдут или нет. Есть различные элементы, крепления. Что это? Не знаю. Что это такое? Еще что? Вот такие. Такие вещи есть. Так. Сделано все, конечно, ну, из такого пластика. Пока я не могу сказать, какого. Что-то много отсеков, а лежит тут всего мало. Но, наверное, это из-за стоимости опционально. Париклад. Отдельно. Значит, его нужно будет отсоединять, присоединять. Сделано, ну, не самый плохой. Что-то такое среднее. Не самое плохое. Не вонючее, не красится. Но вы видите, что есть швы и разводы. А значит, пластик не самый классный. Здесь есть кнопка для того, чтобы что? Ага. Удлинить можно было. И обратно. Раз. Фиксируется. Правда, трещит все. Гремит. А это? А это нет, это фейковое. Ничего нет. Никакого эффекта. Собственно, все. Вот мы посмотрели. И у нас перед нами теперь вот лежит голубой Эльдорадо. Это вот не оттуда. Так, перед этим посмотрим, нет ли там еще чего-то в этой упаковке. Ничего вроде как и нет. Столько много отсеков, а здесь ничего и нет. Смотрите, сколько много отсеков, и все они практически пустые. Пустой, пустой, пустой. Вот здесь что-то было, и вот здесь только. Здесь все пусто. Ну ладно, я так подозреваю, что это, скорее всего, просто одна упаковка для всех моделей модификаций. И в зависимости от модификации, там есть какие-то плюшки. Ну и смотрим на устройство, на пушку. Так, вот по поводу первого ощущения, впечатления, ну какое-то оно топорное все. Какое-то оно, какое-то оно все недо-недо как будто деланное. Что-то выглядит как просто напечатанная на 3D принтере моделька, если честно. Она не внушает. Плюс вес, она легкая. И для игры детям, конечно, хорошо. Но для ощущения такого вот качества, конечно же, нет. Так, сюда можно закреплять как раз элементы необходимые. Но я не буду ничего. Хотя можно проверить, просто встают или нет. Подождите. Просто получается, да, можно разместить. Значит, можно. Это хорошо. Так, здесь у нас тоже что-то болтается, все шатается. Ну так, пока так. Так, по поводу магазина. Магазин. Клавиши здесь вынимаются, сюда мы засыпаем шарики. То есть, вот у нас только вот эта часть используется. А эта вся она просто бутафория. Причем, не факт. Подождите. Странно. И сюда можно вроде как, да, засыпать. Будет ли она подаваться? Я не вижу. А, будут, да. То есть, можно все сюда засыпать. Это хорошо. Там вот есть отверстие, и через него... То есть, сюда можно засыпать много шариков. И по идее, по идее, по идее, они будут здесь. То есть, они закончатся, мы опять так отводим, вытряхиваем их. Они туда встают, и обратно можно будет... Да. Так, дальше что у нас здесь? Что нет? Бутафория. Бутафория. Все, больше ничего. Переключатель. А с этой стороны... О, переключает даже. Посмотрите. Раз, раз. Так. Это у нас на предохранителе. Это полуавтоматический. И автоматический. Но как это будет работать, я себе слабо представляю. Потому что у меня не вижу... Ну, он не на батарейках, ничего. Просто механический. Так. И давайте прицепим приклад. Посмотрим, как в итоге. Выглядит ли вообще это на тысячу рублей или нет. Ну, вот в целом. В целом. Ну, знаете, в принципе, как даже вот просто игрушка, даже если он не будет стрелять, да за тысячу рублей норм. Серьезно выглядит. Серьезнее, чем какие-нибудь нерфы, которые явно детские. И это выглядит уже покруче. Можно брать для косплеев. Можно брать для каких-нибудь игр. Можно брать для фоток, для чего-то еще. Ну, не знаю насчет использования. Я думаю, что лучше взять нормальную пневматику. Или, если уж хотите взять. Или, если хотите взять какую-нибудь игрушку автомата, то лучше взять нерф. Или аналог нерф какой-нибудь нормальный. А не вот это. Ну, в общем, для узких каких-то, узкого круга интересов, я думаю, что вот эта штуковина. Хотя, ну, тут опять же неизвестно. Я вот думал, что вот эти с арбизами автоматы тоже будут мало кому интересно. Оказалось, нет. Что многим понравилось. И многим интересны они оказались. Этот макалаш там и еще вторая пушка. Вот. Взводится, по всей видимости, так. Взводится и происходит... А, выстрел у нас на предохранитель. Вот так. У нас цепляется только все время у приклада. Не очень прочно прилегает. Поэтому надо чуть-чуть вверх. То есть, все по одной. Главное, посмотрим, как он стреляет. Мощно или нет. Потому что, ну, понятно, автоматической стрельбы тут не будет. Никаким образом. Даже если мы включим, видимо, на авто. Что произойдет, если он будет на авто? То же самое, да? Ну, посмотрим еще. Протестируем сейчас. Пойдем обязательно. Но пока выглядит как просто... Что есть... На предохранителе. И просто... Два режима. Которые являются одним. Не знаю. Может быть и нет. Может быть, вылетает несколько. Хотя... Не должно быть. Так. Ну, вот так. Собственно, все. Давайте теперь осталось только вот эти... Здесь я дома стрелять не буду. Сейчас пойду на улицу. Протестирую. Можно зарядить и вот таким образом. Просто по одной. По логике должно быть вот так. Интересно. А если сразу попробуем засыпать сюда? Да? Потому что по одной это так утомительно очень. Должно получиться. Хотя бы тысячу рублей должен отработать. Так вот мы берем и... Ну, видимо, их должно быть сильно больше. Ну, вот, как вы видите, есть. Мы засыпали туда. Ну, а теперь... Пойдем тестить. В руках он смотрится хорошо. Коротковат, конечно, но на вкус и цвет. Там были другие модели с удлиненным стволом. Вообще другие модели пушек. Это вот для тех, кому интересно. В таком варианте. Ну, или в таком варианте. В целом, она не маленькая. То есть, не для... Не под детский рост. То есть, ребенок будет выглядеть с ним как с большим автоматом. Но и у взрослого в руках оно будет выглядеть нормально. Ну, а из-за весы им легко обращаться. Даже если не стрелять. Но мы попробуем. И так. Воу. А что-то как-то далеко и... И далеко, и бодро летит. Проверим. Сейчас обязательно какой-нибудь баночки железной. И какой-нибудь мишеньки постреляем. Так, а что в авто происходит? То же самое. Ничего, да? В авто. Ну, одинаковая, я так понимаю, вообще у нас история. Вся. Летят далеко. Насколько далеко? Ну, попробуй сейчас проверить. Кто смотрит мой канал, знает, что вот до белой веревки, которая для вас, как будто на середине, где-то 25 метров. А до конца, вот там, вообще до конца забора 75. Поэтому не увидите, увидите вы на камере или нет, скорее всего нет. Но я попробую разглядеть, куда же он летит. Оу. Сейчас посмотрим. Метров 50, как по мне. На излете уже там. Да, метров на 50, может быть 45. Вот такая дальность. Это дальше и сильнее, и мощнее, чем любой из нерфов. Естественно. Потому что они в среднем долетают чуть дальше, может быть, где эта белая веревка. А вот та штука, эта штука летит почти в два раза дальше. Ну, здесь вот не больше 10 метров. Сейчас посмотрим. 10 метров, как... Оу. Очки нужны. Отлетает. От этой штуки отлетает. Поэтому тут без очков опасно. Может попасть в глаз. Причем летит и еще пролетает за меня. Так, прилично. Так что, да, здесь нужны какие-то очки, чтобы рикошетом не попало. Ну, попробую в банку. Не обращайте внимания, мне тут не дострой. Все пока. Банка и кружка. Вы видите, вот банка, вот кружка. Я уверен, что от кружки отлетит, поэтому я смело ее поставил. Не разобьет. От банки отскочила рикошетом. И от кружки просто отскакивает. Банку просто... Так, немножко смяло, видите, не пробило. Тем шариком. Сейчас отверну. На всякий случай. Вот прям попробую просто с упора пробьет или нет. Интересно. Нет, отлетел. Теперь я засыплю этих вот страйкбольных шариков таких. Мне Денис принес. Я поэтому могу накосячить там какого-то они диаметра, какой-то они там. Особенности у них я не знаю. Мне подарил он просто. У меня в пакете россыпью лежат они. Сейчас проверим просто. Какие-то страйкбольные шарики. Получатся и сколько это или нет. Что-то вроде как должно получиться, по логике. Пробуем. Ого! Вылетают, и вы видите, следы остаются. Сейчас поближе покажу, подойду. В общем, остаются следы, и эти шарики покруче. Видимо, поплотнее. Там, видимо, совсем дешевые какие-то были в комплекте. Сейчас попробую так визуально определить. Дальше летят. Не, летят примерно так же. Вот до куста такого светленького туда. Вот. Шарики. Кому-то, может, не нравится, что я говорю шарики. Но, по сути, это же шарики. Пульки, но в форме шарика. Попробую попасть в банку. Рядом, блин. Пролетело. Не, отлетает тоже рикошетом. И прямо опять сейчас опасно было. Надо прекращать. Видите? Раз, раз, раз. Ну и баночку так подсмяло. Ну и слава богу, это все-таки игрушка в первую очередь в детском магазине продается. Она не должна быть такая бронебойная, чтобы там пробивала насквозь дерево, разбивала это. Так что такого примерно плана подойдет, потому что, ну, как бы безопасность, все дела. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такая штуковина. Показал вам, рассказал. Пишите в комментах, может быть, что-нибудь еще. Какие-нибудь фирмы. Ссылочки покидайте, посмотрим. Пока.